На выход! Спасатель достает утонувшего со дна полыньи. К счастью, в этот раз все обошлось, ведь пострадавший сделан из пластмассы, а спасение учебное. Но чтобы избежать повторения такой ситуации в крещенскую ночь, сотрудники МЧС серьезно подготавливают официальные места для купания. 18 числа будет работать комплексная комиссия, в которой будет включаться представитель ГИМС, представитель администрации районов. Каждое место будет обследовано, именно и подписан акт приема купальной эксплуатации. В том числе и будет подписан акт водолаза на обследование. Однако самое главное, что может обезопасить людей, которые решат окунуться в крещенскую ночь, это собственные здравомыслия. Спасатели рассказали о необходимых мерах безопасности. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки. Значит, ориентироваться по состоянию здоровья. Ну а если уж в местах каких-то несанкционированных для купания человек провалился или упал, значит, и нет никого рядом, значит, прежде всего не впадать в панику. Но правило, которое нужно знать как отче наш, окунаться только в разрешенных местах. Здесь и подготовят все как надо и спасут в случае необходимости. Сегодня на тактиках специальных учениях мы вам продемонстрировали. Значит, дежурство на всех санкционированных купелей будет организовано, сотрудников, работников МЧС. Значит, будут специально организованы посты, где будут спасательные средства находиться. Значит, будут организованы также медицинские пункты, где люди могут обратиться за помощью. И также пункты обогрева в определенных местах. Стоит отметить, что в Нижегородской области в Крещенскую ночь будет оборудовано 75 купалин, в которые планируют окунуться 3000 человек.